Одной рукой круг, а другой квадрат не нарисуешь. Но можно нарисовать цифры на воде, которые безмятежно растанут, как капли после прыжка лягушки. Привет, седобородые улитки! Вы на канале Муайтай Сикея, я Федорович. Покажу вам невероятную эволюцию чхарька и его последователей. Конечно, не таких великих мастеров, но тоже довольно серьезных ребят. Неподражаемый чхарек, как возродившийся феникс после ядерной войны, вышел на совершенно новый уровень. Он, как океан, который не брезгует мелкими речками, адаптирует под свой невероятный стиль все, что только может поглотить его бездомное сознание. Субтитры делал DimaTorzok Этот титан единоборств замахнулся на самое святое – хлеб старорусских мастеров. После такой демонстрации феноменальных способностей и обращения с огнестрелом, ему сразу предложат тренировать альфу, военный спецназ, полицейскую кобру, ФСБ, ГРУ и МММ. Но у настоящих старорусских мастеров осталась последняя надежда, что их не уничтожит этот эскалаб боевых искусств, так как подкоритель змеи и орла пока не одел камуфляж, а значит в лесу не появится. И силу без контакта не получит. Осенний лес, мастера напротив друг друга, разрезал в воздух отчаянный крик. Опавшая хризантема не вернется на куст, а то, что вы сейчас увидите, никогда не сможете забыть. Но я показываю вам этот очень древний стиль ниндзя только потому, что наверняка знаю, никто из вас не сможет ним овладеть. Поэтому вселенная в безопасности. Увидев это видео, я сразу вспомнил свое светлое и суровое детство. Когда мой непоколебимый батя отправлял меня на лето в богом забытый хутор, где было 5 избушек и 3 старушки, но также была и кое-какая живность, с которой я практиковал искусство кунг-фу. К сожалению для козы Марусии, чтобы не обрести просветление раньше времени от скуки, я как настоящий мастер кунг-фу, пребывающий в одиночестве на горе Вуданг, избивал свою боевую подругу, считая ее самым страшным спарринг-партнером. Хотя так оно и было, ведь бабку Глашу я в счет не беру. После первого спарринга она меня зауважала и называла сенсей. Так вот технику веревки, которую делает мастер, я отлично освоил, парализуя движение двухрогой, той же веревкой, на которой выводил ее на прекрасный зеленый лук пожевать сочной травы. Вот только я не знал, что это было ниндзюцу. Даже не думайте практиковать технику, которую сейчас увидите. Вы еще не готовы к этой вселенской силе. Ну разве что можете немножко пошалить дома в одиночестве. Верховный сенсей стиля железных колокольчиков утверждает, что от удара в пах можно мгновенно обрести просветление. Вот только не у меня, не у всех бойцов, которых я знаю, это так и не получилось. А получали мы в спаррингах немало. В доме мужик сидит одинокий. Звездное небо. Нет семьи и детей. Тренировка была неудачной. Идущий в бой не ведает его финала. Особенно павлин, решивший, что он дракон. Это эпичное видео четко показывает круговорот колеса сансары в безмятежном мире кармы. Тот, кто кичится навыками, которыми не обладает, быстро бегает и сильно получает. Хотите узнать, как стать супер мощным и популярным сенсеем? Нужно наложить целую кучу досок и сделать вид, что хотите ее перебить. А дальше как пойдет. Но главное, что в памяти у всех останется куча досок. Я приблизился к доскам. Ну а напоследок я хочу вас порадовать музыкальным финалом. Я уверен, что это направление каратэ войдет во все единоборства. Ведь оно прекрасно, как пение соловья и эффективно, как рога быка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Пишите в комменты, какое искусство вы начнете постигать уже сегодня. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. Пускай также знают, что бывает и такое. А если вы хотите начать тренировки даже в домашних условиях или усилить свои, забирайте бесплатные видеокурсы в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры создавал DimaTorzok